Доброго дня, уважаемые слушатели школы всецветной грамоты, гости канала. Сегодня мы с вами поговорим о праве и о правде. Такой корень схожий прав. И мы с вами поговорим, что же это такое правда и правда. И что же такое право, мы не будем с вами касаться юридических терминов, пока вот с точки зрения современного понимания. То есть право это возможность действовать, поступать каким-либо образом. Основание, либо причина. То есть это определенная возможность. Человек имеет право. И вот кирилет мы будем, наверное, еще рассмотрим эту четверку. Право, способности, возможности и ответственность. Вот, соответственно, отдельно рассмотрим эти четыре понятия. Потому что это очень важно. А вот право, соответственно, это возможность действовать, поступать каким-либо образом. И определенное основание причина. А что такое правда? Это то, что соответствует действительности. Истина. Про истину есть видео, тоже можно посмотреть. То есть правда, это то, что соответствует действительности. То, что исполнено истины. Поэтому, соответственно, то, что верно. Еще раз. Но здесь, наверное, больше подходит то, что соответствует действительности. Это правда. А право – это как раз возможность действовать. И вот здесь хочу привести строчку стихотворения. Но это не Гердеца, да, это древнее стихотворение. Просто Гердец нам напомнил. Вот. Право, правды, ведой. Нельзя и чуть злиться, а то птицы в небах могут забудиться. Об этом я часто. Но вот первая строчка этого четверостиша – это право, правды, ведой. Поэтому мы с вами и рассмотрим. Право, правды. А что такое право, если современно? Это возможность действовать, да, право, правды. А что такое правда? Это то, что соответствует действительности. То есть это возможность действовать в действительности. Право, правды, ведой. То есть изучая возможности действовать согласно действительности. То, что правда – это то, что соответствует действительности. А право – это возможность действовать. То есть надо действовать в реальности, когда то, что соответствует действительности, и изучать эти возможности праву, правды и веды. Буква в Веде здесь, бесконечное единичество небесного и земного. То есть мы как раз строим в справонославии этот путь восхождения, вот эту правую спираль. Вот у нас же основание нашей жизни, правая спираль, наш ДНК-фактор, если грамотно говорить, правую спираль собой представляет. Она сложная, многомернизационная. Соответственно, свет движется по спирали. Вот правая спираль, основание для жизни, вот она. А если не повторим участок, то уже там иже и так далее. Если разноступенчатые, вот мы уже и от здесь видим, потому что правую можно и через от написать. Поэтому правую. Ну вот посмотрим разные формы записи с вами. Право. То есть, во-первых, и правая, еще раз, правая спираль строит жизнь. Если левая спираль, она разрушительная. Как понять? Вот возьмите пружинку какую-то, вот из ручки автоматически можно вот эту пружиночку достать. Вот разные там есть, вот заколки сейчас для волос, как резиночки такие, да, вот тоже. И там часто левую спираль можно видеть. Соответственно, это разрушительно, нельзя такие носить. То есть, как правая спираль. Это против часовой стрелки к себе, а если от себя по часовой, то есть, соответственно, есть направление движения. Поэтому правая, еще раз, да, это по часовой от себя, против часовой к себе. Это правая спираль. Она созидательна, она создает жизнь. Вот, поэтому что же такое право? Это вот когда апостольство, да, вот апостольство, то есть, то, что мы с вами заработали, то, что мы уже создали. Вот человек, вот у нас есть буква аспода, вот она состоит из двух частей. Под, да, вот эта маленькая она, и кола. То есть, мы буква пишем на трех линиях, вот так примерно, да, вот они идут, вот три линии. И получается, вот эта буква под, она даже вот так, пол, да, то есть, она маленькая. Мы с этого начинаем освоение ступени. То есть, там три третюшки, это предковый животное, растительный мир. Вот, и дальше, конечно, мы уже вот образуем покоевость, да, то есть, мы уже нарабатываем вот этот под родовой памяти. То есть, мы уже от него отталкиваемся и нарабатываем. А здесь мы уже видим, да, то есть, это уже покои, это уже возможность осваивать глупость. Вот, вот это уже глупостный фактор, да, для путешествий по глупостям есть покой. То есть, состояние покоя как раз позволяет нам уже, да, и на самом деле уже воспроизводить живые системы, да. То есть, мы уже достигли определенного состояния. У нас есть уже определенные наработки. Вот, и вот эти наши наработки, то, что мы уже вот здесь наработали, да, наш покой, да, почему апостолостопников мы тут называем, да, апостольской столбностью. Что такое столбность, да, то есть, это уже основательность. Это то, что уже человек наработал. Вот из этого состояния, вот он еще нарабатывает. Поэтому право – это активная действующая сила, да, возможность действует. Вот, и поэтому человек здесь действует. Через что? Через наработку своей солнечности, своей биоструктуры, своей мозговитости. Видите, здесь уже и крестец задействует, мозг головы, и вегетативный мозг и крестец. То есть, человек, да, через свою солнечность. А что такое солнечность? То есть, это то, что он уже сотворяет. Это то, что он из себя излучает. И вот это его мозговитость, да, то, что он вокруг себя производит. Это и позволяет вот как раз формировать это уже состояние. Такое вот апостольство, да, такое же, ну, устойчивость определенную. Потому что Ра – это все-таки такая солнечность, да, светимость. Это такой процесс, ну, такого движения, да, может, импульсности. То есть, здесь это скорее, да, вот такая именно столбность. То есть, это уже, ну, можно сказать, фиксированное состояние, хотя фиксированного чего-либо нет. И еще ПР – это взлет. Поэтому это взлет солнечности. Поэтому ПР – это то, что ведет человека к восхождению. Это то, что позволяет наработать, да, задействовать его солнечность. То есть, его искру божественного огня, его энергоцентры, его мозговитость. То есть, все лучшее, что его наработано. И он еще, вот этот потенциалик, у которого в покое есть, он ее еще нарабатывает больше. Для чего? Для того, чтобы во, для того, чтобы еще больше расширять восприятие окружающей среды. Потому что во – это же здесь и вера. Вот, обратите внимание, вот она и вера. Вот здесь мы видим и вера. Вот она. Во, да, то есть вера. Вот таким образом, это уже коловрачки. То есть, во – это очень всеобъемлющее восприятие окружающей среды. Вот. Это уже, когда человек уже, да, вот здесь получается уже ира нового порядка уже нарабатывает, да, и уже расширяет кругозор. То есть, право – это возможность человека, да, ему, возможность расширять кругозор. То есть, он это должен делать, как бы, вот в том, ну, в правовом поле, да, то есть, в том поле, в котором он может и должен действовать. То есть, а это право определяется состоянием человека, его наработками. То есть, у нас есть, чего-то мы говорим, право там, конституционное, право уголовное, гражданское и так далее. То есть, это все как раз формирует нам поле для деятельности. Но если мы смотрим истинную биокодировку, то получается, это поле для деятельности формирует человек себе сам. Вот. Но это мы говорим о здравой среде. Поэтому право сейчас, конечно, вот то, которое есть, закон, они нужны. Потому что много нездравого, и вот это нездравое, его нужно, как бы, искусственным образом ограничивать. Вот эти рамки задавать. Они, на самом деле, у здравых людей, они формируют естественным образом. То есть, человек сам себе формирует это право своим поведением. Чем лучше человек себя ведет, чем больше он делает для жизнестроя, для окружающей среды, тем это расширяет его кругозор и получается, ну, расширяет поле для деятельности. Вот каким образом. Вот. Но сейчас то, что есть право, оно, конечно, это нужно, вот, список законов, которые ограничивают и несовершенную среду, да, и несовершенного человека, да, преступника. Если бы не было законов, да, то преступники, это же, да, вот эти зиды, зиломыдущие, которые разрушают жизнестрои, но вообще бы, как бы, не было ограничителя. Поэтому эти ограничители создают люди для нелюдей, так сказать, чтобы держать их в рамках. Потому что для здравого, совестливого человека, зачем он, естественно, знает, что там нельзя красть, нельзя убивать и так далее. Вот что это, да, для этого и законы знать не нужно, есть здравый смысл, но это для здравого человека, со здравой биоструктурой. А сейчас таких практически, ну, мало кто есть. Вот, дальше, если мы вот эту систему с вами рассмотрим, да, то здесь у нас пи, это ауральность, то есть это уже работа в тонких планах. Вот, поэтому право, да, то есть его рождает мозговитость человека, да, вот, работает в тонких планах. И поэтому, еще раз, да, оно очень хорошо коррелируется, да, и, соответственно, работа в тонких планах, она и разрешает, скажем, слово вылетел из главы, да, она и, соответственно, увеличивает, вот, это более для деятельности человека, да, в тонком плане продумывает планы жизнестроительства, создания чего-то здравого, нового, более совершенного, более лучшего, то, что пойдет на благо жизнестроя. И это, получается, увеличивает его права уже и в реальности. И это все через мозговидность, да, через творческую жилку, через творческую способность человека. Для чего? Видите, а здесь вот интересно уже, дар окрестного видения для того, чтобы мы его нарабатывали. А что такое дар окрестного видения? Это возможность воспринимать окружающую среду, чувствовать ее, понимать, какое влияние человек оказывает. Поэтому, как его мысли оказывают влияние на окружающую среду, поступки, как оказывают, какие последствия. То есть он, чем больше он вот это может, вот этих последствий для себя осознать, тем право у него как бы расширяется, да, оно становится больше. Вот как человек приходит, соответственно, на работу, занимает определенную должность, да, у него определенные есть там права. Но чем больше он знает, тем больше у него повышается квалификация, то, соответственно, тем больше прав у него становится. Вот Ава. Ав – это святость. И здесь Ава, то есть вот дар окрестного видения. И здесь он имеет основание на могучей подродовой памяти. То есть здесь как раз с апостольством, вот с П-кратким здесь имеется связь. Потому что это как потенциалика, вот, и здесь с опора вот это на отцовское жизненачало бесконечное и материнское. Поэтому здесь вот этот дар окрестного видения, он подпитывается, он имеет опору на подродовой памяти. И Ава – это нам дает с вами святость, да, то есть это святость, которая еще и, она такая восходящая, то есть она, да, еще и дает какие-то результаты, дает какие-то плоды святость человеку. То есть он ее нарабатывает святость. Вот. А что такое святость? Святость – это путь как раз высшей ступени, да, в том числе и разница. Поэтому вот оно право. То есть право – это то, что человек нарабатывает, это его наработки, это то, как он действует в окружающей среде. То есть задействуя свою биокодировку, задействуя свою биоструктуру, вот, проявляя свою искру Божественного огня, он нарабатывает свои лучшие качества. И расширяет вот свой кругозор, да, возможности восприятия окружающей среды. То есть чем выше квалификация, чем больше знаний, чем больше опыта, да, вот то, что формирует человека, тем это расширяет границы его и действия в действительности. Потому что, да, вот право – правдоведы. То есть правда – это должно, то, что он действует, да, своя мозговедность, это должно соответствовать действительности. Не фантазии, не больной фантазии какой-то, а именно действительности. То есть действительность нужно четко создавать, да, правая, тут корень прав, правая спираль, прав. То есть это справнославие, да, тоже это вот как раз вот здесь вот в этой зоне находится, в справнославии. Поэтому корень прав на самом деле, ну, это такой, один из основополагающих. То есть то, что человек создает через свою солнечность для того, чтобы ведать. Вот оно, право, правды и веды, да, вот оно здесь веде. То есть для веде, веде в каком-то его уже значении. Потому что здесь веде, да, на две стороны получается, веде и веде перпендикуляризированные. Вот здесь мы тоже видим веде. Поэтому веде, да, вот кто ведает, тот и защищен. То есть мы, наша задача, постоянно единять небесное и земное, и в справнославии строить наш справнославный путь. Вот оно, да, вот прокладывать эту дорожку. И вот оно справнославие, да, православие, то, что сейчас осталось. Да, поэтому вот оно тоже праве. И правда. На самом деле еще Гирьевец в лекциях часто говорил, что более 14 корней у слова право и правда. Поэтому вот кто-то их пробовал найти. Гирьевец еще много загадок, интересных вопросов задавал в лекциях, в печатной литературе. Безновых ответов, ну, пока вот от кого-то, кроме школы, ну, на самом деле не было слышно. Правда. Можно вот таким образом записать, да, пр. Взлет святости. Для того, чтобы свеча жизни взойти на новую ступень. Свеча жизни, душа, свеча жизни на поде родовой памяти. Вот она, да, вот она восходит на вышележащую ступень, да. То есть, правда, это то, что вот мы говорим, соответствует действительности. Да, то, что уже, вот она, правда, то, что уже создано, то, от чего мы можем оттолкнуться. Пр, да, это такое, как резкое такое восхождение, взлет. Чтобы взлететь, мы отталкиваемся, да. Поэтому это вот от столбности действует наша рекучесть. То есть, то, что подпитывает, да, вот этот мозг головы, вегетативный мозг. Да, для этого еще раз нужны и, соответственно, и корешки нужны, да, вот он. И это есть под родовой памяти, но здесь он уже под родовой памяти. Вот был он маленький, да, если мы посмотрим в асподе, да, вот он здесь небольшой. А здесь он уже, соответственно, наработки. Поэтому наработки человека, опыт человека. Оно поддерживает его мозговитость. Мозговитость, соответственно, мозговитостью нарабатывается этот опыт. И это все дает взлет, взлет святости. И также эти наработки тоже, можно сказать, дает взлет святости. И в том числе святость, она поддерживает этот взлет. А вот здесь, смотрите, Ова уже имеет опору на под родовой памяти. Вот, обратите внимание, правда. То есть на действительность. Человек осознает действительность. А чтобы осознавать действительность, нужно иметь здраво под родовой памяти. Потому что как человеку ориентироваться вообще в пространстве, если у него нет этого опыта, он не понимает, что происходит. Поэтому, когда вот выползавши с нижележащей ступени или откуда-то неправомерно, они не осознают, что происходит. У них Ова, вот этого как раз нет. Это шестерочники. Поэтому они приспосабливаются, воруют. Потому что они производить не могут, что производить. Нужно основание вот эту подпитку иметь. А если ее нет, нарушены законы. Вот, поэтому человеку для того, чтобы восходить, понимать, что правда, что ложь, что разрушает, а что созидает, нужны корни, нужно основание. Потому что если бы не было, мол, основания, то вот эта жизнекула, она бы так и каталась туда-сюда, уж проваливалась бы. И вот это вот такая вот зацикленность была бы. Заколдованный круг еще называется. Вот, поэтому для того, чтобы человек восходил, нужно иметь здравую под родовую память. Поэтому, а выползавшие, которые незаконно занимают, даже вот неправомерно, так будем говорить, да, вот даже если возьмем в реальности, то должность кто-то, вот занял там взятки, дал, или еще что-то. Но он же не сможет на ней нормально работать. Потому что он не понимает, у него нет базиса, нет вот этих корней, нет определенной почвы. Да, вот покоевость не наработала. Это нужно знание, может быть опыт данной деятельности, умения, навыки, какие-то личностные характеристики. А если человек занимает должность неправомерно, то есть у него нет вот этого восхождения, потому что кольни нет, он не знает, он и болтается, как щепах проруби будем называть. Да, то есть, ну, и отсюда и страхи, и вот такой, да, в принципе, и здравая поведение. Поэтому каждый сверчок должен знать свой шесток. Каждый человек должен находиться на своем месте. Да, то есть то, что место, то, что действительно соответствует действительности, то, что он понимает, то, в чем он может активно работать и действовать. И вот это, да, правда. То есть когда он может правой, вот правым быть, это нужно же понимать. И вот это правое, это, да, которое он поднимает своей душой, телом на пуде ротовой памяти, и это его правое тогда приведет к восхождению. Но вот этот прав, это нужно понимать. Это взлет святости, это то, где человек восходит, где он может себя реализовать, нарабатывать свое вот это древо мысленно, да, свою реку честь. Где он может эту строй, эту реку времен строить, правую спираль создавать. Для этого нужно знание. Поэтому вот право правды ведать. То есть человек должен понимать, действовать в какой среде. Он должен эту среду понимать, она должна быть для него стать действительностью. Поэтому здесь вот такой вот очень важный момент, это нужно понимать. И, наверное, еще к этой теме мы вернемся. Вот как раз поговорим о способностях, возможностях, о правах и об ответственности. Потому что многие хотят много прав, хотят много возможностей, много способностей, но ответственность почему-то мало кто готов нести. Потому что кому много дано, к тому и спрос будет большой. Поэтому здесь вот такой момент. Я думаю, что на сегодня достаточно. Спасибо вам большое за внимание, за вашу поддержку, за ваше участие. Всего доброго, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok